Друзья, всем привет! Добро пожаловать в новое видео! И после выхода последнего ролика мнения разделились. 50 на 50. Кто-то за работу на тягачах стран СНГ, а кто-то все-таки топит за каденцию. Очень много комментариев, конечно же, в пользу России, потому что люди, которые бросили каденцию и перешли работать в Россию, их все устраивает и зарплата, и график работы. И как вы думаете, что... Все-таки не повторюсь я говорить об этом, что вы думаете, что там гоняют и надо ездить со спичками в глазах. Нет, это уже давно не так, никто тебя не гонит. Можно работать по месту, выбрать с себя определенное направление и кататься, и получать своих 2 200, при этом тратя на расходы гораздо-гораздо меньше, потому что многие фирмы, я же как говорил, платят посуточное командировочное, поэтому за эти суточные можно питаться, неплохо питаться, а не сидеть на баллоне и там каждый день выготавливать, а можно позволить себе сходить в кафешку. Ну, это все лирика. Давайте перейдем к главному вопросу нынешнего видео. Это компания Evervest, Смоленск, бывшая Эвертека. Я отработал там 7 лет, вы прекрасно знаете. 7 лет для меня были хорошим опытом. Я объездил всю Европу, практически всю Россию, Балканы и Кавказ. Но знаете, сейчас сравнить с Гертеку, которая была раньше и которая сейчас, это две большие разницы, потому что на тот момент, когда я работал, это была хорошая фирма для старта, особенно для новичков. Тебя обучат и работе с документами, и вождению, и экстремальное вождение, и в экстремальных местах, понимаете, с документами просто вот так. Какие бы там ни были перевозки, что бы ни везли, хоть пачки инвойсов такие, я все это могу сам разложить по ЦМРкам, по номерам. Это для меня не составляет труда. То есть я не буду там бегать с бубном вокруг этого мешка с документами, и что с ними делать. То сейчас эта фирма превратилась в такой колхоз. Много я комментариев читаю, много мне пишут водители, которые тоже работали после меня там и уволились, работают в других фирмах, и вспоминают о Гертеке, ну точнее уже о Эвервесте с плохой стороны. Все потому что превратилась фирма в большой колхоз, перестали ездить на Европу, появились у них рейсы направления в Китай, Грузию и что-то еще. По странам СНГ, короче. Ну, Беларусь на перецепы тоже, я знаю, они цветы тоже начали тягать, но по зарплате ребята мне писали, что там просто смех. Вот, и я здесь прикреплю вам скрин, что предлагает Гертека. В общем, в принципе, такие же условия, это у них как будто бы через копирку все. Я даже не буду им звонить, я знаю, что они начнут рассказывать, потому что я пообщался с человеком, который состоял в группе Эвервест в Вайбере, и там все моменты эти описываются и рассказываются, как по факту, какие пережоги, там до сих пор клеят пережоги, в смысле до сих пор, там начали клеить такие пережоги, как тысячу литров по тонне. Я не знаю, это что нужно, куда нужно скататься, и чтобы получить пережог тонну. Это, знаете, это превращается фирма в каргалайн. Каргалайн российская, это самое дно, самое, самое, я не повторюсь, это фирма самая последняя, куда стоит идти. И вот Эвервест начал напоминать все-таки вот каргалайн. Может быть, потому эта территория Ольша на них так влияет, потому что каргалайн был в Ольше тоже, ну как, может, не знаю, там надо священника позвать, чтобы там освятили все, потому что, ну, по-другому, ну, никак не называть. За машину тоже высчитывают там какие-то косяки небольшие. И работать там, ну, я на данный момент даже новичкам не рекомендую туда идти, потому что есть много других фирм. И предлагаю, даже по зарплате Гертека ничего не написала. Она пишет общую обобщенную от 150 до 250 тысяч. Ну, грубо говоря, вы заработали 250 тысяч, вас тонну с пережога с вентили, и вы получаете 150 тысяч за 16 тысяч километров, там, грубо говоря, там, ну, на вскидку. Вот, поэтому даже не стоит ее рассматривать. Это уже, говорю, не та фирма. Новичкам не рекомендую. Просто, знаете, как нам нужно искать в нынешних реалиях фирмы. Открываете и не первые попавшиеся эти колхозы, которые у всех на слуху надо смотреть. Есть маленькие фирмы, которые там, названия, такие, которые вы не слышали ни разу. Я тоже открываю и начинаю листать. На эти фирмы тоже будем делать обзор, и я буду именно звонить директорам, общаться с ними, потому что такие фирмы, они на порядок уже выше будут, чем вот эти вот большие, огромные колхозы. Поэтому, опять же, повторюсь, Эвервест не рассматриваем, потому что Эвервест и Вильнюс, Литовский парк тоже немножко испортился. Сейчас там зарплата на цветах по суточной сделали около 70 евро. Это просто рабство. Ну, я не знаю, как по-другому это все назвать. Понимаете, Литва, Латвия, Польша это вот такой вот кусочек на карте. И Россия. Вот такой вот кусок. Понятно, что добираться вам куда-то в Новосибирск на работу это некая мильфо. Вы будете рассматривать все равно. Там Смоленск, Тула, Псков, Питер, Москва, Брянск, что-нибудь такое, Воронеж на крайняк. И, ну, вот этот вот регион, который ближе к нам. И в этих регионах, поверьте мне, тоже можно найти хорошие фирмы тоже. И я листаю, открываю просто категорию Е. Даже на Авито можно открыть и просматривать по регионам. На Авито можно выбрать регион, допустим, Смоленскую область. И вам все фирмы там начинают появляться. И смотрите, те, которые небольшие, и которые не на слуху. Поверьте мне, вы найдете, потому что ребятам не пишут, которые получают по 2,5 тысячи, от 2,200 до 2,5 тысяч евро. Ну, если переводить на евро. Я считаю, что это неплохая зарплата, тем более в России и по месту, где у тебя со связью проблем нету, с питанием проблем нету, и с общением, с русским языком тоже проблем нету. И на дафах, на новых тоже катается. Вот человек писал новые дафы. Ну, конечно, можно же и попасть на старенькие машины, и веки скани, там, ножки примум, дафы 105, да, там. Но, опять же, если хорошая зарплата, можно ездить, и ремонты. Я сейчас вот много фирм смотрю. Это вот почему сейчас мы говорим, ну, как не то чтобы обзор, а именно про Эвервест. Потому что человек написал, говорит, что сделай обзор, потому что это уже не Тагертака, это не та фирма, которая была раньше, и даже про нее я не хочу звонить туда, потому что это полный шлаг. Я изучил эту компанию вдоль и поперек, и даже не стоит вам туда звонить. И также я, опять же, напоминаю, что эти ролики выходят для того, чтобы вы понимали, не из того, что я говорю, а люди будут писать в комментариях, и из этих комментариев полезная очень информация. По предыдущему ролику по E-Tech очень много полезных комментариев от водителей, которые там работают. Кто-то говорит, кого-то устраивает, кто-то говорит, что полная дичь, а не фирма. Опять же, я повторюсь, это все зависит от колонны, от менеджера, от кого с кем ты работаешь, у кого есть вычеты, у кого нет вычетов. Это, опять же, кому ты попадешь, какому менеджеру и колонну. Поэтому, ребята, и все это делается для того, чтобы вы читали комментарии, в комментариях полезные вещи пишут люди, которые именно работают в данных компаниях. Потому что все, что пишут на сайтах, нам рекламен... Ну, работодатели, все это под копирку. Какие-то дивансы не нравятся, все остальное, как будто бы под копирку. И ничего мы не узнаем нового, даже позвонивши туда, ничего они нам, правды никакой не скажут. Такую правду, как водители, которые там работают, работали. Вот они настоящие эксперты, которые подскажут, стоит туда идти, можно работать там или нельзя. Но, опять же, там 70 на 30% получаются, 70 положительных отзывов, 30 отрицательных. Всегда найдутся люди, которые... Вроде бы всех устраивает, но найдутся люди, которых что-то в данной фирме не устраивает и будут говорить, что говно. Есть даже такие люди, в Бургер-Теке помню, когда человек сливает топливо, сам слил топливо, да, и приехал, у него высчитали за пережог, а он слил, забрал деньги за слив. И его, ну, как бы он уволился, говорит, говно фирму, потому что высчитывают за пережоги. Так ты, Ваня, слил топливо и решил подняться на этом и думал, что тебя еще не высчитывают. Поэтому есть такие люди, которые вот будут всегда говорить, что фирма говно. Есть такие во всех конторах. Поэтому, ребят, я думаю, что я до вас донес, Эвервест вообще не стоит рассматриваться. Это не та фирма, не та Гиртека уже, в которой работал я и для новичков я крайне не рекомендую. Есть много других фирм, даже будет получше наши Дженси и ЭПС, колонны все разные, которые ходят постоянно на Китай и у них, наверное, все-таки попроще. У них сейчас направление даже есть чисто по России. У меня вот сосед работает и все устраивает. Единственное, что замена сейчас у них происходит в Москве. Ну, говорит, не проблема, с Минска подсаживают либо дают Ларгус, каблук. Ты едешь до Москвы не на своей машине, а на автомобиле фирмы, меняешься там, все, поехал в рейс. Поэтому, если будет интересно, кстати, могу сосед работает в Дженси, рассказать про Дженси, какие у них там сейчас условия, сколько они стоят в Китае, сколько зарплаты. И тоже такая вот фирма наша, белорусская. В принципе, можно про нее тоже много чего рассказать. Так что все, ребята, всем спасибо за просмотр. Думаю, что донес. И читайте комментарии, комментарии про Эвервест. Я думаю, будет очень много отрицательных комментариев. Всем пока.